Коничива, мои дорогие, с вами Вадя Скетч. Сегодня у нас будет не какой-то там обыкновенный романтический и грустный мод по типу Fallen Angel или Exit Music, и не трэш мод тем более, по типу Зловредности или Дуэлифт Клаб, а самый настоящий хоррор, Doki Doki Fine Dish. Блин, сказал как какой-то немец. Короче, Doki Doki Чудовищность. Чтобы вы насладились этой пугающей атмосферой, я вас ненадолго оставлю в главном меню игры. Голова первая, теперь твоя очередь. С нами начинает разговаривать какой-то ноунейм и просит нас ответить на странные вопросы. Тут просто можно выбирать хоть что на ваш выбор. Я просто скажу, что на первый вопрос я ответил нет, на второй я не знаю, а на третий да. Ноунейм говорит, что выборы, которые я буду делать в игре, будут влиять на ход истории. Когда я прошел игру, то я случайным образом смог ее пройти на хорошую концовку. Во всяком случае, мне так кажется. Поэтому вы можете считать это видео как своеобразный гайд. Чувак говорит, что мы можем либо спасти всех, либо убить всех. Далее мы просыпаемся в своей кровати, и к нам приходит сообщение от всеми нами любимой Сайоры. Она нам говорит, что хочет кое-что показать. От слов главного героя мы узнаем, что тот диалог с ноунеймом был всего лишь сном. Мы подходим к Сайоре, и она нам говорит, что то, что она хотела нам показать, это всего лишь гребаные печеньки. Итак, литературный клуб. Главный герой заходит в класс, и там занимаются все своими делами. Вдруг Сайоре резко захотел жрать, мы с Сайоре идем до первого автомата и покупаем шоколад... Так-так, стоп, а где хоррор-то? Моника просит показать свои поэмы, но главный герой вообще ее не написал, но Моника дает ему свою запас... Да где поэмы? Какие поэмы? Где хоррор-то? Я не понимаю. Все достают свои стихотворения, кроме Нацуги, потому что эта ЧСВшная Цундера, как и всегда, забилась в свою мангу. И да чё за херня? Да где хоррор? Да блин, где хоррор? Мне не страшно вообще, где? Далее, темный экран, и Моника начинает говорить какую-то хрень. На первый взгляд можно подумать, что это реально какая-то хрень, но внимательные фанаты Доки Доки заметят, что Моника читает отрывок из стихотворения Сайоре в конце первого акта. Ну или точнее цитирует. После мы приходим в себя, и нас поднимают девки, и мы с больной башкой идем домой. Далее мы уходим спать, и к нам опять обращается этот ноунейм, и начинает разные предъявы кидать. Он говорит, что ты не охренел ли там Сайоре делать счастливое ща, а тебя повыше сложно, чтобы жизнь медом не казалась. Потом мы появляемся в классе, где никого нет, и чё-то там-то теребонькает в кладовке. Мы туда идем, а там вот это. И оказывается, это был всего лишь сон. К главному герою приходит голосовое сообщение от Сайори и пропущенной от Моники. Сайори говорит, что ее что-то беспокоит, и нам нужно срочно подойти к ней, чтобы она все рассказала. После мы звоним Монике, и она говорит, что не может завтра прийти, и делает нас на время президентом клуба. На вопрос, почему я, а не твой вице-президент, она же Сайори, Моника отвечает, мы идем к дому Сайори. Разговор с Сайори и главного героя я повторять не буду, так как вы уже знаете о депрессии Сайори и тому подобное. Потом главный герой вернулся домой и пошел спать. Мы идем на следующий день с Сайори в школу, и опять этот ноунейм, ты задрал меня уже, че тебе от меня надо? Ах ты говно, бедные мои уши. Он, короче, обвинил нас в том, что мы типа взломали игру, и опять начал нам всякие предъявы кидать. И вот это вот тоже, да. Далее мы снова оказываемся в клубе, Сайори замечает, что Моники нет, и мы говорим ей, что типа тут мы главные, ну типа в смысле главный герой. После идет душевный разговор с Сайори, и мы идем в кладовку. Да. В этой кладовке опять почему-то происходит ссора с Юри и Нацуки. И после абсолютно все вышли из класса, кроме главного героя и вот этого вот. Оказывается, эта хрень в виде Моники следила за нами и говорит, что мы типа ее проигнорировали, бросили, отшили, ну и все такое, да. Здорово еще раз, опять ноунейм. Он говорит, что нам дальше нужно продолжать защищать девушек. Он, то есть главный герой, решает сходить к Сайори, ну а дальше нет смысла говорить, можно только пошутить про вишню и черешню. Глава вторая, последствия. Мы какого-то хрена на несколько секунд играем за Монику. По телефону Нацуки зачем-то позвала Монику в парк поговорить. То же самое она сказала и нам. В первые минуты разговора они разговаривали о Сайори, о том, как она повесилась и тому подобное. Далее все замечают, что нет Юри. Моника хочет поискать Юри, а Нацуки хочет остаться с кем-то в парке. И вот тут уже начинается гайд по прохождению этой игры на хорошую концовку. В общем, у нас есть выбор, идти с Моникой или остаться с Нацуки. Мы выбираем остаться. Спустя 10 минут Моника находит Юри. Моника говорит, что Юри стоит на берегу озера и держит что-то в руке. Мы приходим на это место и видим, что у Юри нож и... И вот тут я хочу передать фанатам ФНАФа 3 привет, потому что я точно помню, что такой звук был в этой игре. Напишите в комментариях, где именно, я просто не помню. К нам обращается ноунейм и спрашивает, нормально ли напряженная история, тебе страшно вообще, нет? Мы отвечаем, да. Мы оказываемся в каком-то сарае. Нас, Монику и Нацуки привязывают к стулу. Приходит какая-то хрень, видим Юри, говорит, что это эксперимент. Потом Юри включает какую-то движущуюся пилу, и нам нужно выбрать, кого же спасти. Сначала я хотел спасти Нацуки, но потом резко взял и решил спасти Монику. Я хрена узнаю зачем, просто, наверное, так надо, не знаю. Потом мы с Моникой уходим из этой грёбанной фабрики, и она почему-то начинает винить себя во всех этих бедах и всё такое, и решает перезапустить игру. Если кто не понял, что случилось с Нацуки, то я поясню, что Нацуки просто распилили пополам, потому что я же спас Монику всё-таки, а не Нацуки. После мы идём спокойно в клуб с Сайори, и у нас остаётся последний выбор, поговорить с Моникой или оставить её. Мы выбираем первое. Мы идём на крышу поговорить с ней наедине, и она благодарит нас за то, что мы спасли всех и при этом простили её. Потом игра заканчивается со словами «Все могут быть счастливы». Это было видео по моду Doki Doki Fine Dish или же Doki Doki Чудовищность. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем сайонара!